До суда пока не дошел спор аграриев с владельцем Нижнеомского маслозавода, но вполне возможно это произойдет. Руководители предприятия не платят фермерам за молоко. Последние сдавали сырье с частных подворий нескольких районов области. Для сельских жителей зачастую это единственный способ заработать. Но завод не платит по счетам и накопил по некоторым оценкам около 11 миллионов рублей долгов. В ситуации разбиралась Тахмината Нысова. Я надеюсь, что кто-то услышит нас с датчиком и постарается. Я не думаю, что нельзя помочь. Мы же не просим чужое, мы свое. Отдайте нам наше, то, что мы заработали. Свою единственную дойную корову Елена Филиппе бережет. Раньше только у нее было 4 буренки, а сейчас на всей улице, на которой живет женщина, осталось не больше трех. И так во всей деревне Хамутинка. Короче, люди, когда раньше у нас в стаде было 400 коров, сейчас даже сотни нету. Потому что гнуть спины на кого-то, я не знаю. И вообще, вот он у нас баллотировался на главы Нижнеомского района. Я вообще не представляю, если бы мы его выбрали, что бы было с нашим районом. Его – это бизнесмена Дмитрия Карева. Именно ему принадлежит Нижнеомский маслозавод. И коммерсант уже два года не хочет платить за молоко, которое местные жители сдали на переработку. Только брошенных крупных поставщиков в десятки по Омской и Новосибирской областях. Занимаюсь я уже давно, наверное, лет 10, закупом молока. Завод должен быть миллион восемьсот мне за 2014-2015 год. На телефонные звонки Карев не отвечает, ни встречи, ничего, не хочет, никаких диалогов. Люди, население живут-то с этого, они копят эти деньги, чтобы осенью детям купить форму, тетрадки, все накапливают. А он, видите, как они отнеслись, видать, сильно большая, хорошая крыша у него, раз он ничего не боится нигде, творит, что хочет. Сам Карев обвинение не признает и заявляет, что у него никаких долгов нет. Если у кого-то какая-то задолженность, пусть обращается в суд, конкретизирует, какое предприятие кому должно, и все. А так, какие пояснения давать. Я никому не должен. По словам предпринимателя, которые сдают молоко, несколько лет их заставляли заключать договоры не с заводом, а с другими фирмами. В документах числились компании и директора организации, которых они никогда не видели. Вираж, Мираж, Надежда, Север. Но переговоры вел и работал с ними именно Карев. Все говорили через Кареву. Мне сразу отдали его номер телефона, что в случае, я говорю, не согласна, была с ценой закупочной. Сначала был Вираж, потом был Мираж, потом, значит, вот, Надежда. Мы так между собой как бы смеялись, что то Виражи, то Миражи, то теперь надеемся на светлое будущее. А теперь Север, как Север начался, говорим, совсем замерзнем, когда юг будет. Он нас все время убеждал. Все нормально, все нормально. Это просто документы. Получается, что долги за молоко повесили вовсе не на маслозавод, а на фирмы-однодневки, которые уже ликвидированы. На их директоров можно подать в суд. Но взыскать хотя бы часть долга, скорее всего, не получится. Однако, несмотря на то, что договоры у фермеров были с тем же Севером, есть документы, подтверждающие, что за молоко, которое было сдано на маслозавод, в некоторых случаях все же платила фирма «Арбита», директором которой является Дмитрий Карев. По мнению юристов, молочное дело давно пора переводить в разряд уголовного. Полмиллиона, миллион триста, пятьсот тысяч, миллион. Это то, что мы сейчас имеем. А если мы соберем всех людей, которые к нам уже обратились, которые к нам еще не доехали, это около 11 миллионов ущерб. Тех, которые мы знаем. Если есть граждане, которые пострадали, в результате, чтобы они обратились, и мы уже совместно смогли обратиться в оргпрохранительные органы для возбуждения. Дело, чтобы права людей были восстановлены. В региональном министерстве сельского хозяйства знают о том, что крестьяне вырезают скот, потому что на его содержание нет денег. Знают и о том, что сдатчики молока терпят миллионные убытки и разоряются. Но ситуацию прокомментировать нам не смогли. Ссылаясь сначала на болезнь министра, а потом на регламент, согласно которому отвечать на запросы СМИ можно не позже 7 дней. Тахмина Тынысова, Анатолий Серов и Павел Ходынский. Омск. Здесь.